Привет, дорогие друзья! Привет, Петя! Петя, давай, я буду говорить, типа ты не смотришь. В общем, приехал Порошенко в Белую Церковь. И всякие драные пробитые парохоботы начали постить фотографии. Я вчера лично видел, где, смотрите, Порошенко ест вместе с солдатами. В столовке он стоит, случайно организовались видео, камеры, короче, все там, все снимают. И он такой отстоял очередь, взял солдатскую еду, сел и начал есть. Какой он простой, какой он близкий к народу. Вот парохоботы эти пробитые начали писать, просто президент, просто отстоял очередь. Вот интересно, понимаете, для кого это рассчитано? Ну, не для тупых даже, а для животных. Они считают вас животными. Потому что, по их мнению, он должен был растолкать бойцов, да? Растолкать, дайте мне особую какую-то тарелку. Ой, боже, это пиар на уровне второго класса. И то еще в советской школе, когда еще не знали, что такое пиар. Ну, короче, из интересного. Что мне показалось интересным, то, что не была пропущена журналистка 1 плюс 1 телеканала. Потому что 1 плюс 1 теперь, типа, оппозиционно их не пропустили. 1 плюс 1 не пропускают. 1 плюс 1 не пропускают. 1 плюс 1 не пропускают. Еще раз говорю вам. Я ты сам и приведите меня, где я могу пройти в власть. Наш человек объяснил журналистке, почему ее не пропустили. Но у меня тоже есть свое там уточнение. Вы просто можете неправильные вопросы ставить. Тут пускают эспрессо прямо и там. Касательно моего уточнения. 1 плюс 1 это шлюхи. Шлюхи Коломойского. И не надо обольщаться касательно того, что вот сейчас они против Порошенко. Завтра Коломойский им скажет. И они пойдут лизать в жопу Порошенко. Как они делали много-много месяцев. Как они разжигали много-много лет. Как они ставили фейковые сюжеты. Как они натравливали людей один на другого. Не надо обольщаться по поводу этих журналистов. То, что их не пропустили, это конечно знаково. Она там с кем-то потерла, потерла по телефону. Да что такое там, все такое. Но их все равно оставили. Ну короче, их так и не пропускали. Мы не видели, чтобы их пропустили. Может быть в конце с кем-то похрюкали, их пропустили. Этот ролик не о них. Вот как бывает. Вот как бывает, когда лижешь-лижешь. А вот и сам Петро Алексеевич. Что случилось? Там возвращение 72-й бригады. Это конечно радостное событие. Но как будто бы Петя имеет какое-то отношение к тому, что они вернулись. Он сейчас имеет отношение ко всему. У него предвыборный тур в принципе. И тут появляются наши люди. Петро Алексеевич, дякуемо вам. А через что вы преследуете Анатолия Шария? 15 тысяч учил заработать. О, военнослужащие окружающие своего президента. Там и Бирюков где-то бегал, это собака на подхвате. Они знают, конечно, за 15 тысяч. Но почему-то они меряют других своими мерками. Это же не обязательно, что за деньги. Нет, не обязательно. Его просто терпеть не могут. 15 тысяч учил заработать. Вам 15 тысяч все равно не заплатят. А вы до него на суд пидаете? Он вас в способ, подав суд на вас. Посредине на Петю. Он какой-то такой совсем расстроенный. Вам 15 тысяч все равно не заплатят. Ты же знаешь, что заплатят. Ты же в курсе. Можешь, конечно, это провозглашать. Вот как он повторял долларом, евро, иеной, гривной. Он много раз это повторял. Хотя уже знал, что я его стебу с этого. А он повторял. Потом он повторял остаточно прощавай. Он знал. Он смотрит ролики мои. И он в курсе, что я его стебую. И он повторяет. Вот знаете, как упёрся вот такой упёртый. Ну, всё равно моя будет, знаете, вот это вот в таком плане. Потому что он же знает, что я 15 тысяч плачу. А в суд на вас. Пидаете до него в суд. Давайте зараз зустрінемо 72-ю бригаду. А мы не можем зустріти 72-ю бригаду. И при этом завдать питание президенту. Вот у него всегда находятся добровольные помощники из этих барышень, живущих на 3 копейки в месяц. Это поразительно. Поразительно просто. Петро Алексеевич, мне 15 тысяч не надо. Я так задобровольно. Тогда нашего человека окружила охрана. За ним начали присматривать 3 человека, как минимум. Но он начал прорываться повторно. Петро Алексеевич, как выжить на минимальную пенсию? Работать больше. Вы услышали, что сказал охранник Порошенко? Что он посоветовал пенсионерам, которые живут, выживают. Потому что жить нельзя на минимальную пенсию. Надо работать больше. Вот это тело, которое охраняет вон то тело, вот эти все бездельники, они настолько презирают обычных людей. Людей, которые выживают на 40 долларов пенсии в месяц. Что они советуют, надо работать больше. Кому работать больше? Дедушке 83 лет работать больше. Ты работник. Работник. Много наработал ты сегодня, а? Намахался, охраняя вот этого вот. Это я в заглавие вынесу. Надо работать больше. Пенсионерам. Не, не, не. Охранники уже четко представлены, следят. И у них задача телами, на амбразуру просто, телами закрывать телефон. Как в той сказке народной. И в третий раз поднял он телефон. И закончилось все хуже, чем в первые два. Когда начнете бороться с коррупцией? Солдаты. Вот так вот. Так бывает. Не задавай таких вопросов. А теперь я вам покажу, почему вот это вот болото может быть еще долго. Почему у такого человека, как Порошенко, есть еще шанс. Там не только... Мне рассказывали недавно, что у него расчет на село. Ну, в принципе, вы знаете, в селе люди тоже с головами. Да, их, конечно, они смотрят этот телевизор, они там по-разному там осведомлены вообще о происходящем. Я не говорю обо всех, да. Но есть села, мы туда приезжали, там люди, конечно, оторваны. Вообще, как вроде, я не знаю, живут на каком-то необитаемом острове. Но вот из-за этого Стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром. Рабы, защищающие рабовладельцы. Это самое милое, самое няшное и самое для меня необъяснимое. Необъяснимое. Я смотрю на этих людей, такие вопросы не можно. Почему не можно? А что такое? Что случится у него от таких вопросов? Истерика? Ну так и хорошо. Пускай истеричит. Далее. Смотрите. Вот, вот. Благодаря вот этим вот людям Порошенко еще может долго держаться, держаться за поручни. Вибачте, можно вам задать вопрос? А вы из какого города? Мы Обухинская районная державная администрация. Мы спецменный Михаил Иванович, глава. Да, так доброго дня. Доброго дня. Збили церковь из этого места. Еще одно до вас вопрос. Вы по собственному желанию сюда приезжаете? За применением совести и души. Доброе. Доброе. Президента и наших хлопцей, которые защищают нашу родную батьківщину. А скажите, пожалуйста, вам есть за что подякувать президенту? Обязковому порядку. Мы ему дякуем повсякдевно за его работу, кропотливую работу на благо нашей державы. Вибачте, что я вас уточняю. А за что самое можете сказать? За что вы дякуете? Мы ему дякуем за правильные реформы, децентрализацию владельцев, за медичную реформу, за освещенную реформу. И за то, что наша держава развивается. Петр Алексеевич, не брить больше, потому что это уже галима отмаза, которой вам стыдно, когда вы не пользуетесь. Пока. Кстати, парень сказал, что ему деньги не нужны. Он сказал, передайте их бабушкам, что мы с удовольствием и сделаем. Что внушает оптимизм? Вот, несмотря на вот этих рабов, которые защищают своего рабовладельца, да? Что внушает оптимизм? То, что было много людей, которые хотели снять Петю. Для Шария снимаю это? Да. Да, мы тоже. Я вижу, что вы задали вопрос, но мне телефон чуть не выбрал. Да? Я там подбегал, то я только ставлю вопрос, когда будете с коррупцией бороться. Сразу же меня окружают, телефон с рук выбивает. Мы тебе передали, я слышу, когда передали, сказали, Рижа с бородой. Там туда? Рижа с бородой, да. Рижа с бородой, ты вебатила. Я слышу, что прекрасно. Все, приятно было пообщаться, рад, что у нас есть такие хотя бы люди, которые думают. Какие мозги. Да, спасибо. Как там в Монте вот говорили? Я говорю, что вы не враг, парню, который снимал. Он не враг, он друг и патриот Украины. Но мы все друзья и патриоты. Потому что мы хотим задавать Пете вопрос, на который он должен ответить. А, почему ты, блин, придолбался к Шарию? Что не так делает Шарий? Зачем твои СМИ постоянно врали о нем? Давай, расскажи, где он пророссийский, где он сепаратистский, еще там какой-то он какой. Да? Это первый вопрос. Второй вопрос, уже по суду. И вопросов все больше становится. Вот что самое интересное. Что по суду будем решать? Ты докажешь в суде? Какой он там пророссийский, что он не украинский журналист? Или нет? Петя, мой тебе совет, все-таки. Извинись. Покайся. Извинись, я великодушен. Я прощу. Простить ли народ? Не знаю. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Тут весело.